В эфире Пингвинус. В этом видео новости из мира Linux и IT. Мы посмотрим на новые релизы программ, затронем тему железа и поговорим про нашу любимую Microsoft. Но сначала разрешите представить вам спонсора этого ролика. Нужно запустить сайт, личный VPN или игровой сервер? Для этих задач можно использовать бюджетные выделенные серверы ChipCore от компании Selectel. Они также подойдут для тестирования софта и создания Telegram-ботов. А если выбрать конфигурацию с видеокартой, можно будет заниматься и более сложными задачами. Рендерингом 3D-моделированием, нейросетями и анализом данных. Selectel – крупный российский провайдер IT-инфраструктуры, у которого уже более 24 тысячи клиентов. Среди них – сервис онлайн-доставки, такси, образовательные платформы. Но решения Selectel отлично подойдут для менее масштабных проектов. В шести собственных дата-центрах доступна аренда недорогих выделенных серверов ChipCore на базе к десктопным процессорам. Одно из главных преимуществ серверов ChipCore – это цена. Цены стартуют от 800 рублей в месяц за модель с четырехъядерным процессором и оперативной памятью 4 ГБ. У ChipCore гибкий тарифный план. Вы можете арендовать сервер на один день, месяц или со скидкой на более долгий срок. Запуск готовой конфигурации займет от двух минут. Бюджетные выделенные серверы ChipCore такие же надежные и безопасные, как и более дорогие модели. Все выделенные серверы соответствуют стандартам российского закона о персональных данных 152FZ. Доступна бесплатная защита от DDoS-атак и круглосуточная поддержка. А сейчас в Selectel действует скидка 20% на 4 самых популярных конфигурации, так что скорее регистрируйтесь в панели управления MySelectL.ru по ссылке в описании и заказывайте бюджетный выделенный сервер ChipCore. Состоялся релиз программы для видеомонтажа PTV-2022-06. Предыдущий релиз причем выходил аж год назад. Сначала дам краткую справку по самой программе. Разрабатывается она сообществом, но в рамках проекта Gnome. Раньше еще писали, что ему помогает коммерческая компания коллабора, но свежей информации я про это не нашел. Сам PTV позиционируется как простой редактор для видеомонтажа с интуитивно понятным интерфейсом, с набором эффектов, переходов, созданием титров, поддержкой видео и аудиодорожек и еще рядом интересных функций. Интерфейс у него на GTK и написан он на питоне. Кстати, интересный факт, PTV даже когда-то был предустановлен в Ubuntu. Я бы охарактеризовал PTV как простой видеоредактор для любительского использования. В принципе, это сразу видно по его интерфейсу. Например, если сравнить его с видеоредактором KDE-NLive от проекта KDE, то видно, что в интерфейсе PTV банально в разы меньше элементов. Теперь давайте перейдем к релизу. Сначала начнем с новой функции. Это начальная реализация автоматического отслеживания объектов на видео. Данная функция, как и еще одна, про которую чуть позже, была разработана специально в рамках сотрудничества с мероприятием GSOC или Google Summer of Code. Это специальная ежегодная программа, проект гугла, которому учебные заведения предлагают проекты с открытым исходным кодом и студенты этого заведения пишут определенный функционал. Новшества для опенсорс программы. В итоге, если студент справится с поставленной задачей, то он получает от гугла 5000 долларов, а сам проект по 500 долларов за каждого студента-участника. Так вот, в рамках GSOC, причем еще в 2020 году, некий студент Вивик из университета Небраски Линкольна написал для PTV функцию автоматического отслеживания объектов на видео. Объясню, как ей воспользоваться, так как не сразу понятно, куда нажимать. Итак, выбираем клип. В списке эффектов нажимаем кнопку Cover Object, далее Track и открывается диалог, в котором слева список объектов, а справа выбираем Stop Cutter из видео, на котором можно мышкой прямоугольником выделить объект. Например, выделим нос у кошки. После этого в списке эффектов клипа на кнопке Cover появляется наш объект, и мы просто кликаем на него, и он добавляется в список эффектов клипа. Видим, что нос у кошки теперь скрыт прямоугольником, и мы можем отредактировать цвет прямоугольника. При этом, если нажать Play, то прямоугольник следует за носом. Действительно работает. Жаль, только нельзя сделать не просто сплошной прямоугольник, а, например, рамку или полупрозрачный, но надеюсь это добавить в следующих версиях. Идем дальше. Вторая функция, которая была разработана в рамках GSOG, это автоматическое определение тактов музыки. Она автоматом на звуковой дорожке выделяет такты, отмечает их маркерами, и далее можно привязывать клипы к этим позициям, таким образом делать клипы в такт музыке. Далее разные мелочи. Например, у текстовых надписей теперь можно скрывать тень, а также изменять цвет обрамления букв. Странно, что этого нельзя было делать раньше. Причем сейчас по-прежнему нельзя убрать рамку вокруг текста, либо я этого не нашел. У функции Fade in, Fade out, то есть для плавного затухания, либо появления клипа, теперь можно изменять продолжительность прямо на временной шкале с помощью маркеров на клипе. Стало явно удобнее. Добавлена возможность вырезать клип и вставить его в другое место временной шкалы. И есть еще несколько маленьких изменений. Мне этот релиз показался довольно странным. Вроде бы год прошел с прошлого, а как мне кажется, можно было бы добавить побольше действительно полезных, именно базовых вещей, которых не хватает. Например, дать больше возможностей для редактирования текста. Но если смотреть с другой стороны, PTV – неплохое решение для простого домашнего видеомонтажа. Быстро накидать куски видео, добавить переходы, добавить эффекты и отрендерить. Особенно если вы пользуетесь гномом, то попробуйте PTV. А теперь небольшая новость про железо. Проект KDE анонсировал четвертое поколение своих ноутбуков KDE Slimbook. KDE уже несколько лет совместно с испанской компанией Slimbook выпускают ноутбуки. По конфигурации они довольно мощные. Ранее было уже выпущено три поколения, версии, и вот представлено четвертое поколение. Новое поколение работает на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen 5700U и в зависимости от выбранной конфигурации можно выбрать от 8 до 64 гигабайт оперативной памяти. Накопитель NVMe до 2 терабайт. Есть две модели 14 и 15 дюймов. Разработчики привели диаграмму. Показаны результаты тестов процессора третьего поколения Slimbook и нового процессора. И на ней видно, что новый Ryzen 5700 обогнал Ryzen 4800. И наверное самое главное здесь это то, что в этих ноутбуках заявлена полная поддержка KDE Plasma и дистрибутива KDE Neon, на которой она работает. То есть заявлено, что каждая частичка этого ноутбука будет работать из коробки в KDE Plasma. Цены кстати стартуют от 1000 евро. Приятная по внешнему виду машинка. Мне очень нравится именно логотип и KDE на крышке сзади, то есть некая принадлежность к Linux сразу возникает. Но тем не менее, возможно если даже у нас бы продавался такой ноутбук, я бы наверное все-таки его не купил. Хотя кто знает. Состоялся релиз текстового редактора Vim 9.0. Vim это очень мощный консольный текстовый редактор. Это легендарная программа. Первая версия вышла в 91 году и изначально была улучшенным клоном редактора V. А V это также легенда. Это мастодон текстовых редакторов для Unix. Первая версия V была написана даже сложно представить это в 1976 году. Отличительной особенностью Vim являются конечно его широкие возможности, а также сложность освоения. То есть казалось бы текстовый редактор все должно быть просто, но с Vim это не так. Новичок вообще не поймет как с ним работать. Существует масса шуток про Vim. Наверное самые популярные связаны с тем, что открыв Vim, новичок не поймет как из него выйти. Например, есть такая шутка. Я очень много теперь использую Vim, потому что не могу из него выйти. Дело в том, что управление Vim выполняется с помощью ввода команд. При этом программа имеет несколько режимов работы. Основные это режим ввода текста и командный режим. Помимо команд поддерживается установка дополнений, плагинов, подключение различных скриптов и таким образом Vim можно превратить в действительно мощное средство. В интернете полно статей по тюнингу Vim. Например, в наши дни многие программисты используют Vim как IDE. И одна из особенностей такой IDE это очень быстрая работа и крайне низкие аппаратные требования. Про Vim можно рассказывать очень долго. Все-таки это очень мощная, интересная и довольно популярная программа. Давайте теперь перейдем к релизу Vim 9. В нем выполнено очень крупное изменение. Это поддержка нового скриптового языка Vim 9 Script. Тут стоит сказать, что скрипты это как раз возможность расширить функциональность Vim так как вам хочется. И теперь для Vim реализован новый скриптовый язык Vim 9 Script. При его разработке преследовались две основных цели. Первая это производительность. Дело в том, что теперь команда нового языка компилируется и в результате скорость выполнения скриптов выросла аж в 10-100 раз. То есть в некоторых случаях действительно можно ожидать стократного увеличения скорости выполнения скриптов. Вторая задача при разработке этого языка состояла в том, чтобы убрать из существующего скриптового языка максимум специфических именно для Vim конструкций и приблизить синтаксис к популярным языкам, таким как Java, JavaScript и TypeScript. Изменения в новом языке оказались настолько существенными, что обратная совместимость с прежним языком полностью отсутствует. Но при этом все прежние скрипты продолжают поддерживаться и работают. И вроде как будут работать и в следующих версиях. Я не буду рассказывать сейчас об особенностях синтаксиса нового языка. Справку по нему можно получить прямо из Vim, выполнив команду help vim 9. Из других изменений в новом релизе. Отмечу добавление нескольких новых команд, настроек, возможность открытия терминала в плавающем окне, улучшение автодополнения, улучшение проверки правописания и так далее. Vim это легенда. Я считаю, что каждый линуксоид должен как минимум про него просто знать. Насчет использования не уверен. Я, например, несколько раз пытался его использовать на постоянной основе, но он у меня так и не прижился. Возможно, просто нужно больше времени на привыкание и его освоение. При этом я знаю, что тот, кто использует Vim на полную катушку, действительно его любит и ни на что не применяет. Попробуйте, может быть, и вы когда-нибудь станете гуру Vim. А теперь довольно интересная новость, которая касается проекта Gnome и компании Microsoft. Дело в том, что компания Microsoft выделила для проекта Gnome пожертвования в размере 10 миллионов, ой, простите, 10 тысяч долларов. История здесь следующая. Дело в том, что Microsoft в последние годы очень сильно стала интересоваться open-source проектами, линуксом. Мы знаем, что используя технологию VSL, про которую я не раз уже рассказывал, можно с штатными средствами Windows запустить Linux прямо внутри Windows. То есть Microsoft уже давно начала шаг за шагом подкрадываться к Linux. Так вот, в 2020 году был организован фонд с абсолютно нескромным названием Microsoft Free and Open Source Software Fund, а сокращенным Microsoft FOS. И этот фонд занимается тем, что ежемесячно выбирает определенный open-source проект и выдает ему пожертвования, или это еще называют призом, в размере 10 тысяч долларов. Работает это следующим образом. Каждый месяц любой сотрудник или стажер Microsoft на свой вкус выбирает и номинирует open-source проект, который затем участвует в голосовании. При этом вроде как голосовать могут только те сотрудники Microsoft, которые каким-либо образом связаны с открытыми проектами. И по результатам голосования каждый месяц выбирается победитель, и он получает сумму в размере 10 тысяч долларов. С момента открытия фонда уже более 20 проектов получили такие призы. Среди них есть такие проекты, как SystemD, CURL, OpenStreetMap, эмулятор QEMU и другие, возможно уже менее известные. И вот недавно был номинирован проект Gnome, и его выбрали голосованием, и именно он стал победителем. Что интересно, именно эта новость быстро разлетелась по профильным Linux ресурсам, наверное потому, что все-таки Gnome на слуху, за ним следят и он очень популярен, а до этого про такой фонд от Microsoft вообще мало кто знал. Как обычно, учитывая неоднозначную репутацию Microsoft в Linux-среде, у пользователей появились разные, как бы тут помягче выразиться, мысли, сомнения по поводу всей этой затеи. Наверное первые сомнения вызывает сумма, в размере 10 тысяч долларов. На самом деле тут я согласен. По современным меркам это очень мало. Понятно, что дареному конью в зубы не смотрят, но если для маленького проекта это может быть хорошая мотивация, то для такого крупного проекта как Gnome это очень и очень мало. Да и учитывая насколько огромный и влиятельный Microsoft, можно было бы и побольше раскошелиться. Процитирую еще пару комментариев, которые прочитал на одном из зарубежных сайтов. Эти 10 тысяч пойдут на раздувание и их чувство высокомерия. И второй комментарий. 10 тысяч? Это шутка? Уборщицы Microsoft, вероятно, крадут туалетную бумагу на сумму более 10 тысяч долларов в месяц. По крайней мере, у нас не осталось никаких сомнений относительно того, как они относятся к проекту. И еще целая тонна других подобных комментариев. Писали также, что весь этот фонд это дешевый пиар Microsoft. Кому-то не понравилось еще, что аббревиатуру FOSS получила приставку Microsoft за копейки. А в целом меня поразило количество негатива в комментариях про эту новость к самой Microsoft. Понятно, что возможно комментаторы не разбирались, что пожертвование делалось в рамках ежемесячных пожертвований, но так или иначе репутация Microsoft в лидерных среде крайне низкая. Посмотрим, какие проекты будут спонсировать потом и будут ли увеличивать призовой фонд. А на этом все. Я благодарю всех за просмотр. Всем добра, всем здоровья, счастья. С вами был Пингвинус. Спасибо.